Так, коллеги, предлагаю тогда начинать, чтобы сильно не задерживаться. Давайте вкратце расскажу, что мы сегодня запланировали, кто у нас присутствует на встрече. Основная цель нашего сегодняшнего вебинара – это показать и рассказать особенности программного комплекса Fine BI версии 6.0, показать его преимущества, отличия от версии 5.1, это предыдущая версия. Ну и вкратце расскажем об итогах года компании Fine BI, точнее компания называется Fine Ruan, с программным продуктом Fine BI на российском рынке. Также с нами присутствуют здесь представители компании Fine Ruan, это госпожа Вероника, она продакт-менеджер компании, соответственно, она ответственная за развитие этого продукта. Она собирает обратную связь по доработкам, в том числе и с российского рынка, в частности, она сейчас находится в Москве и помогает нам собирать обратную связь от клиентов. И потом все эти доработки воплощаются в следующих версиях, соответственно, она расскажет вкратце о roadmap, то есть даже чего ждать в следующих версиях программы Fine BI. И, соответственно, дальше у нас будет запланирована небольшая сессия вопросов и ответов. Ну, соответственно, планируем, что это будут вопросы по шестой версии, если что-то будет непонятно. Вот поэтому готовьтесь, записывайте, в конце ответим на все вопросы. И чтобы вам было интересней, в конце из вопросов выберем один самый запоминающийся, самый интересный. И этому человеку подарим толстовку фирменную Fine BI. Так что не расходитесь, будет интересно. Итак, на встречу у нас сегодня присутствуют... Меня зовут Сергей Жуков, я директор по развитию компании BI Consol. Вот у вас на экране QR-код, можно его просканировать, там будут мои контакты, как со мной связаться. Также присутствует Егор Рогачев, он у нас руководитель направления Fine BI в компании. Соответственно, он будет мониторить все ваши вопросы и потом их будет озвучивать, и мы будем стараться на них ответить. Также на встрече присутствует наш руководитель отдела разработки Руслан. Он, собственно, будет показывать Fine BI 6.0. Ну, и, как я уже сказал, Вероника из компании FanRuan, она расскажет про roadmap развития версии 6.0. Вкратце агенда нашей встречи такая. Давайте не затягивать, давайте будем начинать. Да, коллеги, смотрите, запись уже ведется этого мероприятия. Да, мы ее, естественно, выложим на наш канал. Вот, соответственно, опять же, вот этот QR-код YouTube канал, там плейлист, там собрано много видео для обучения, собственно, по особенностям продуктов Fine BI. Поэтому не переживайте, все выложим, все посмотрят потом в своем режиме, чтобы было интересно. Итак, давайте вкратце расскажу про компанию BI Consult совместно в разрезе с компанией FanRuan и про успехи FanRuan на российском рынке. Итак, мы являемся пластиновым партнером на настоящий момент. Это максимальный партнерский статус в России, соответственно, это означает, что у нас максимальная экспертиза в данном направлении, и мы максимально плотно, максимально эффективно работаем с компанией FanRuan. Ну, собственно, вот это подтверждает лейбл от нашего вендора. Вкратце пробегусь про нашу компанию. Мы с 2009 года на рынке внедрения BI, соответственно, занимаемся все, что касается бизнес-аналитикой, разработкой ДВХ, хранилища данных. Как я уже сказал, мы первые в России получили партнерский статус, это высший партнерский статус. У нас большая команда сертифицированных разработчиков. Продукт новый, да, как бы проекты только начинаются, только внедряются, поэтому сказать, что прямо какая-то гигантская экспертиза нельзя, но тем не менее, вендор подтвердил, что мы официально имеем у себя подготовленных специалистов. Ну, и для вас, для клиентов, у нас есть учебный центр, в котором уже состоялось несколько обучающих семинаров. Это на несколько дней, они длятся 4 дня. Вы можете регистрироваться и проходить обучение. Это платное обучение, но это 4 дня, там плотная техническая работа. То есть по окончании обучения, ну, вы так, что называется, с нуля можете выйти на уровень там джуниор-разработчика. Итак, чего же добилась компания FanRuan в России за год? Ну, как бы у нас более 30 российских компаний уже приобрели лицензии продукта FineBI и приступили к внедрению FineBI. Соответственно, у нас есть так называемый спринт по продукту FineBI. В течение двух недель вы можете ознакомиться с азами этого продукта. Так вот, этот спринт прошло уже больше полутора тысяч человек. Соответственно, вы тоже присоединяйтесь, ссылочки приложим. Вот есть уже даже клиенты, даже крупные клиенты, которые полностью завершили миграцию. Но прежде всего это с табло, поскольку, в принципе, вы видели, интерфейс FineBI очень похож на табло. Все клиенты отмечают, что именно миграция с табло на FineBI проходит наиболее успешно. В принципе, особых каких-то там подводных камней при внедрении, по идее, не наблюдается. Соответственно, больше 50 человек сертифицированных официально вендором. Вот, соответственно, как я уже сказал, из них больше 10 человек – это в нашей компании. Как я уже сказал, два курса уже прошло. На них отучилось больше 30 человек. Ну, что еще можно сказать? Сообщество FineBI в России растет и развивается. Оно реально популярность обогнало практически все российские системы, за исключением одной системы – Яндекс.Дата.Ленс. Но это бесплатный продукт. Все знают, что бесплатный сыр где бывает. Вот, соответственно, многие стремятся туда, но в итоге все равно приходят на FineBI. Важно отметить, что компания FineBI заинтересована в развитии своего продукта, в том числе в России. Сейчас открыто техническое представительство. Ну, как я уже сказал, технические специалисты вендора присутствуют в России, собирают правки. Уже более 50 правок, собственно, внедрено в готовый продукт. То есть при разработке версии 6.0 пожелания российских клиентов также учитывались. И, собственно, вы увидите, что по итогу получилось именно в самом продукте. Вкратце это вот то, что на сегодняшний день, то, что удалось за год, как бы, на наш взгляд и на взгляд вендора, это довольно большой успех. Ну, с учетом того, что, как бы, мягко скажем, того бардака, который случился у нас там в 22-м году, когда все внезапно остались без аналитики. Если кто не знает ключевые особенности FineBI, то есть тут три таких мощных составляющих, из-за чего клиенты выбирают FineBI. Это близко по функционалу, похоже на Tableau Power BI. Множество визуализаций уже готовых из коробки. То есть не надо ничего докупать, ничего дорабатывать, как часто бывает с российскими вендорами. Там допиливать, что называется, напильником. Здесь взял и работаешь. Также важно отметить, что есть разные варианты покупки лицензии. Можно купить подписку, можно купить бессрочные лицензии. Все мы понимаем риски ухода вендоров из России. Мы уже на себе это прошли, поэтому, чтобы не остаться совсем без аналитики, вот есть лицензия бессрочная. Селс-сервис довольно мощный в FineBI. То есть сотрудники довольно с низкой квалификацией, то есть не требуется глубокое знание в IT. Они могут заниматься разработкой, могут делиться своими дашбордами. И, как мы покажем сегодня в версии 6.0, можно даже вместе разрабатывать. Это на самом деле довольно мощная история. Есть большой маркет плагинов. Там присутствуют как разработки от вендора, так и от пользователей. Соответственно, все это модерируется вендором. Вы можете не опасаться оттуда скачивать. То есть там все проверено. Что называется, багов нет. Точнее, наверное, могут в теории встречаться, но, по крайней мере, закладок там точно нет. Но следует отметить, что легкое развертывание. То есть скачиваете дистрибутив и устанавливаете вплоть до того, что десктопно можно работать. И также для большого дипломента на компании все это легко разворачивается. Ну и немаловажная особенность, то, что поддержка в России. Первая линия – это, естественно, сеть партнеров. В том числе наша компания BioConsult. Мы оказываем услуги технических консультаций. То есть тем, кто приобретает у нас лицензии, мы, естественно, помогаем. В особо сложных случаях подключается поддержка вендора. Следует отметить, что вендор работает очень плотно с российским сообществом. То есть очень оперативно отвечает на вопросы. Вплоть до того, что можно создавать там WhatsApp и в чате. И там уже как бы очень все оперативно решается. В настоящий момент вендор перевел огромное количество документации на английский язык. Сейчас идет работа по переводу на русский язык. Ссылочка, по крайней мере, на английский. Help покажем. Ну и не забываем, что поддержка сообщества. Опять же, регистрируйтесь в нашем Telegram-канале. Давайте вместе общаться, помогать друг другу. Этим мы, собственно, будем вместе развивать сообщество Find BI в России. Ну, я не знаю, кому-то может быть интересно, но различные визуализации, что можно делать в Find BI. Ну, по сути, любые типы графиков. И там в версии 6.0 становится их только больше. Что еще можно про нас добавить? Ну, во-первых, у нас есть так называемый BI-круг Громова. Кто не знаком, это обзор российских BI-систем. Это ежегодные исследования мы проводим. Если кому интересно, пожалуйста, скачивайте. Это бесплатный обзор. Ссылочку тоже пришлем. Есть учебный центр, где можно записаться на курсы. Там не только по Find BI, там, опять же, по разработке хранилищ, по Data Governance, по управлению данными, по стратегии внедрения BI в компании. Подключайтесь, записывайтесь, приходите, изучайте. Соответственно, есть у нас конструкторы отчетности. Мы с 2009 года наработали большой опыт для различных направлений бизнеса. То есть там финансы, логистика, блоки HR, продажи. То есть у нас уже есть готовые наработки, есть аналитики, которые помогут доработать эти наши формы. И вы можете их использовать уже в своей работе. Ну и также, я уже сказал, есть канал на YouTube, сообщество Telegram, сообщество профессионалов в области BI, кубик. В общем, подключайтесь, будет интересно. Ну и вот те самые QR-коды. Можете, собственно, навести на них телефончики свои. И пройти по ссылочкам. Соответственно, материалы технических документировантов NBI на английском языке. Материалы на русском языке на сайте нашем Data Finder. Масса видеоматериалов на YouTube. Телеграм-канал по Find BI. Ну и контакты мои и Егора. К нам уже персонально можно обращаться за консультациями. Поможем, подскажем. Собственно, это все, что я планировал сказать. Хочу передать слово теперь Руслану. Скорее же, перейдем к главной части нашего мероприятия. То, зачем все сегодня собрались. Это особенности версии 6.0. Егор, вообще по плану должна быть твоя шутка сейчас. Я ее забыл. А где Руслан? Руслан, не знаю, молчит. И не хочет делиться своим экраном. Коллеги, а меня было слышно? Нет, вот только сейчас. Как обычно выключился микрофон, да? Да, да, да. Самый подходящий момент. Ну, в принципе, ничего нового. Подскажите, видно ли сейчас экран? Да, видно. Давайте тогда начнем демонстрацию шестой версии Find BI. Для начала самое кардинальное отличие, которое мы можем заметить при открытии системы, это изменение, в принципе, всей UI-части, потому что здесь у нас вместо привычной структуры, которая у нас была в виде отдельных папок-вкладок, которая не очень удобная и привычная для пользователей, здесь была улучшена UI-составляющая интерфейса. То есть все основные визуализации были адаптированы для соответствия с такими популярными системами, как Tableau, Power BI и Click. То есть в данных примерах мы тоже можем заметить большое количество сложных визуализаций. В данном случае это может быть и по реттоанализ, в котором у нас присутствует разделение по определенным срезам в зависимости от доли продаж, и кроме этого еще совмещение с графиком динамики. Кроме этого, мы можем заметить и другие типы графиков, например, таблицы, они тоже теперь стали более красивы, интерактивны, и мы можем взаимодействовать между ними и, собственно, понимать, как лучше нам отображать наши данные. Кроме того, можно показать, что в системе были добавлены новые интересные типы графиков, которые ждали большинство пользователей. Это прежде всего график Boxplot, он же ящик с усами, который теперь есть из коробки, и позволяет нам автоматически рассчитывать значения разброса наших мер с расчетом квартили и значением медиан других статистических мер. Кроме этого, у нас обозначена отдельная визуализация санки-диаграмма, которая представлена у нас из коробки, и если мы посмотрим, как она создается, то она доступна в ряде базовых визуализаций в качестве одного из типа визуализаций. Сейчас я это продемонстрирую как раз-таки на примере. То есть теперь у нас в NBI тоже такое большое преимущество, у нас есть вот такой тип графика, и мы можем создавать такие сложные диаграммы для отображения наших визуализаций. Кроме того, при работе с таблицами соединений, например, если мы какие-то таблицы между собой приджойниваем, у нас здесь отображается ряд мер, которые приходят из разных таблиц. То есть здесь у меня, допустим, таблицы из таблицы Order Details, и вот ряд полей, которые принадлежат ей, и из другой таблицы, которые я сделал, join, у меня добавляются здесь наименования. Это очень удобно, потому что у меня может находиться несколько значений, и вот ту же самую несколько полей я могу разбивать на разные подгруппы. Кроме тех иерархий, которые были у меня раньше, я теперь могу их объединять еще по источникам данных. Эта опция очень похожа на то, что у нас было в табло. Например, вот сейчас я могу из другого источника выбрать поле, и если бы у меня здесь была связь, так называемый Relationship, у меня бы можно было отобразить поле из второй таблицы, что тоже есть очень удобно. Давайте перейдем к остальным опциям, которые у нас есть в системе. Это изменения в UI, как я уже сказал, у нас теперь есть вместо вкладки Data Preparation и Dashboard две другие вкладки. Это My Analysis и Public Data. В этих сущностях у нас теперь объединена вся разработка данных и дашпордов, и теперь если мы перейдем тоже на какой-то из интерфейсов, то она у нас будет представлена в виде такой структуры, которая из себя называется Subject. В этих субжектах как раз у нас будет находиться подготовка данных в левой части в панели Data с вот таким контейнером визуализации, и внизу у нас будет разбивка на конкретные листы приложения нашего отчета, из которых будет состоять отчет. Например, если сейчас я сделаю таблицу и попробую ее отобразить потом на дашпорде, у меня вот здесь есть третья вкладка, называется Add Dashboard. Это очень удобная опция для того, чтобы создавать такие сложные комбинированные отчеты, которым привыкли мы большинство из систем. у нас есть возможности комбинирования визуализации между собой, и что тоже достаточно удобно, теперь у нас визуализации не нужно доставать как-то хаотично, мы их можем упорядочить в этом списке. То есть в находящемся слева компонентах мы можем четко их определить, переименовать и сделать какой-то необходимый нам критерий, по которым будут располагаться они. И дальше мы можем делиться нашим дашпордом. Кроме этого, у нас добавились некоторые особенности. Например, мы можем скрывать листы, из которых состоит наш дашпорд. Здесь вот есть такая кнопка Hide All Components. У нас есть возможность создания публичной ссылки, то есть общедоступной для всех пользователей прямо из дашпорда. И также мы можем добавить здесь наш отчет на публикацию, чтобы его кто-то просмотрел, отметил, что он все рассчитано правильно, после чего уже передать его для аналитики. Очень полезная опция, которая у нас была тоже заменена, это копирование дашпорда в какую-то из подразделов. Теперь вместо того, чтобы просто копировать в дашпорд из необходимого среза, мы можем обозначить необходимый нам дашпорд. И сейчас в нем у нас добавится отдельный срез. Это очень удобно, когда вы создаете однотипные отчеты, но при этом у вас могут находиться разные данные, которые вы можете совместить здесь. Особенно если это отчетность для руководства, вы ее сможете забрать теперь за пару кликов. Другая особенность, которая теперь у нас есть в Fine BI, и которая тоже была очень привычная, это особенность адаптации экрана. Для многих это была особенность, унаследованная из табло, которую мы можем создавать в качестве отдельного фиксированного разрешения. Вот если сейчас я, например, выберу тип диаграмм, они у меня располагаются согласно какому-то масштабу, и у меня появляется скролл. Чтобы этого скролла не было, я теперь могу задать фиксированное разрешение, например, 1366 на 658, и согласно этому разрешению у меня будет подстраиваться визуализация автоматически. Тоже очень удобная, мощная фича, которая у нас недоставала при разработке в Fine BI старого релиза. И здесь, кроме этого, мы можем добавлять разные типы экрана и типы адаптации. То есть у нас может быть ташборд адаптирован под формат экрана, то есть если он даже большего разрешения, вот как сейчас у меня, он адаптируется под весь экран, то есть вот screen adaptation. При этом я могу сделать адаптацию по высоте либо ширине экрана, что тоже допустимо. Либо выбрать разработанный тип разрешения, это 1280 на 610, и просмотреть дашборд в привычном формате. Давайте посмотрим на другие опции, которые есть в качестве аналитических возможностей. В этой шестой версии у нас тоже добавилось их гораздо больше. В этом случае как раз у нас данные разбиваются теперь на публичные и на персональные. Мы можем в собственной песочнице проводить какую-то собственную аналитику, делать необходимые нам расчеты, и при этом передавать потом их других коллегам в качестве таких сущностей сабжи, как я уже сказал. Кроме этого, у нас появилась такая вот интересная опция на публичных данных, которые уже выверены. Это опция Data Detail. То есть на основании тех права, которые вносились в источник, мы можем легко понять, что здесь вообще происходило. И если я сейчас перейду на какой-либо из дашбордов, давайте я сейчас продемонстрирую это, то я смогу тоже заметить некоторые изменения в качестве функционала Data Analytica. Так. Сейчас я попробую отобразить. То есть у нас появился такой функционал для объяснения данных, который мы можем настроить в интерфейсе, то есть Data Explanation, который мы будем проводить при клике на визуализацию. Вот в этом поле. Здесь я, например, могу добавить необходимые мне срезы. Это категория, например, бренд и мои информации о продажах, например, по статусу продажи. И при клике на какой-то из сегментов, например, динамики, по самым продающим магазинам, я смогу понять ключевые метрики, которые были с ним связаны. То есть у меня здесь появляется необходимая аналитика и отображается, что у меня топ продуктов, например, это импортированные продукты в таком соотношении от общего. Также у меня есть другая детализация, это, например, по снекам. У меня здесь процент, который у меня влияет на данные, около 9-8 от всей доли. То есть самые ключевые. Кроме этого, я могу проводить сравнительную характеристику по сравнению год к коду и к месяцу к месяцу. Для сравнения, если у меня есть какой-то промежуток дат. То есть тоже такая полезная опция, которой не хватало при работе с данными в таком формате ad hoc аналитики. Если мы заметим по разработке, у нас еще добавилась опция выгрузки в Excel данных из визуализации. Тоже полезная фича, которая у нас преследует теперь при разработке. Давайте теперь посмотрим на такую новую функцию, которая у нас добавлена в этой версии. Это функция dev. Она заменяет у нас, по сути, теперь отдельный функционал для расчета вычислений на уровне детализации. То есть теперь мы можем добавить какой-то уровень. Например, на уровне категории я хочу рассчитать сумму моих продаж. И при этом мне не будет необходимо какой-то детализации считать по отдельности. Так, сейчас только, правда, у меня почему-то добавилось вот так. Так, и я теперь назову, например, это поле sales by category. И это значение будет у меня зафиксировано на том уровне визуализации, который я выбрал ранее. Так, вот, например, моя таблица. И если я отображу ее на уровне магазинов, то у меня добавится новая детализация по категориям. То есть у меня добавились отдельные значения, которые находятся на фиксированном уровне детализации. Например, если мне необходимо здесь делать диаграмму, которая будет у меня в качестве целевого значения по магазинам, которое у меня должно превышать, либо не превышать по категории, то это тоже я могу вместе теперь сосчитать. Например, вот таким образом. И совместить мой график. Это очень полезная опция, то, что мы теперь можем рассчитывать разные визуализации на типе данных, которые у нас есть в системе. То есть нам нет необходимости переносить их на сторону базы данных, на сторону хранилища. Мы можем рассчитывать много сложных мер на стороне FNBI. Кроме этого, если мы поговорим по настройке функционала, у нас теперь появилась с дашбордами отдельная опция – это корзины. То есть для администрирования тоже очень удобная опция, когда мы при разработке накапливаем очень много копий, дубликатов, отчетов. Мы можем очень быстро, например, очистить нашу корзину, тем самым облегчить производительность нашего FNBI сервера и количество занимаемых отчетов. И также, кроме того, что мы удаляли эти отчеты, мы можем их восстановить при необходимости. Если какой-то из аналитиков случайно, например, отчет удалил, вот как я сейчас это сделаю. Давайте покажу на этом примере. То я могу восстановить один из отчетов, который у меня появится здесь. Здесь появляется такая кнопка Restore. И при необходимости я, например, могу расположить вот эту сущность My Analysis, в необходимую мне папку. Теперь, если мы перейдем более детально по работе с данными, мы можем тоже заметить некоторые виды изменения, которые присущи теперь в FNBI. Это достаточно насыщенный функционал для работы с таблицами. Например, я сейчас подгружу две Excel-таблицы. Так, вот такую таблицу. И, например, в данном случае захочу сделать Unpivot столбцов к строкам. В ранней версии FNBI 5.1 у нас такой функционала не было. И для этого нам необходимо делать много сложных вычислений, которые порой даже не были понятны. Сможет ли у нас работать вычисление, если добавится еще один столбец. В этом случае мы можем добавить отдельное действие Column to Row. И в этом случае я, например, хочу добавить отдельную детализацию год-месяц в следующем поле. Как вы можете заметить, теперь по выбранным полям они у меня сразу автоматически сделались Unpivot. И здесь у меня, например, добавилась детализация по году следующих строк. И, соответственно, здесь у меня тоже добавились данные по месяцам. Кроме этого, здесь тоже есть такие возможности. Если вы случайно какие-то поля удалили, скрыли, либо вам они не нужны в принципе в аналитике, вы можете это действие взять и сделать неактивным. Это cancel application. То есть в случае добавления следующего действия, например, суммы по прибыли. Я сейчас это сделаю. Сумма прибыли. Итог. То в этом случае у меня предыдущее действие настройки полей будет неактивным. Это тоже достаточно интересный функционал по сравнению с тем, когда была структура self-service датасета. И если бы мы захотели откатиться до предыдущих правок, нам это будет очень сложно. И приходится заново восстанавливать все действия, все активности по обработке данных с нуля. Здесь же мы можем просто взять, добавить этот поле в application. И на основании его теперь у нас добавилось здесь два поля, а не все остальные. Тоже очень полезная опция, которая нам может выручить во многих ситуациях. Кроме этого, у нас расширился пул допустимых действий. То есть теперь мы можем также удалять дубликаты строк тоже, что из аналитических функций добавляет нам больше свободы и позволяет лучше понимать данные без ошибок. И кроме этого, у нас есть еще различные опции разделения столбцов. Например, по какому-то критерию, если бы у нас, например, были разделители через запятую в строке, мы бы смогли легко сделать теперь отдельной функцией. Собственно, по аналитической части и по интерфейсу теперь, думаю, здесь понятно, как работать в NBI. Также отмечу, что у нас добавилась новая модель данных системы. Мы можем более интерактивно теперь взаимодействовать между таблицами. И кроме этого, у нас появляется возможность создавать тип связи многих ко многим, которую тоже много просили пользователи и которую вендор по итогу реализовал. За что тоже большое спасибо. У нас, в принципе, хорошо повезло, что слушает рынок. И если мы поговорим теперь о таком, как можно делать связи, это выполняется следующим образом. Мы можем настроить две таблицы, и у нас автоматически присваивается тип связи на основании тех полей, которые у нас здесь есть. Например, по прибыли. У меня автоматически присвоился тип связи многих ко многим, и которые уже я могу присваивать для создания справочников. Тоже это была популярная опция, когда мы в Power BI по ключевым полям могли собрать модель данных буквально за минуты. А в NBI нам приходилось тратить многие часы, чтобы разобраться в ключах, как что с чем совпадает. И это было не очень тривиально. Теперь система это делает автоматически по совпаданию ключевых полей. И это реально круто. Теперь, я думаю, можем поговорить про какие-то более технические особенности. У нас тоже добавили здесь опции для настройки отдельно политики кэширования. То есть мы можем ограничивать какие-то запросы. У нас был видоизменен движок, который позволяет нам загружать еще больше данных в NBI на менее требовательном железе. И кроме этого, у нас еще была реализована кластерная архитектура. Теперь нам можно распределять нагрузку на разные узлы. То есть мы можем теперь создавать отдельный узел для обработки данных и, например, отдельный узел для работы пользователей и аналитики, что тоже есть хорошо. Я думаю, теперь мы можем ответить на вопрос, который, скорее всего, накопились в ходе моего повествования. Да, может, сначала дадим слово Веронике? Нет, коллеги, нет, давайте сначала с вопросами, потому что вопросов очень много. Здесь явно байба за свитшот. Подождите, подождите, давайте закончим программу официально. Давайте все-таки послушаем Веронику. Я настаиваю. Давайте тогда передадим слово Веронике. Да, Вероника говорит по-английски, я, соответственно, буду переводить. Привет, Вероника, nice to meet you. Мы не слушаем тебя, только в моменте. Switch on your microphone. Так, так, так. О, sorry. Да, да, да. Привет, Вероника. Да, мы можем слышать тебя. Да, great. И это время для Родомап, правильно? Да, 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 да. Пожалуйста, describe your vision of development of FANBI. О, я просто устрою, и вы можете помочь мне переводить в русском? Да, конечно. О, да. О, вероника, вероника, вероника. Стабильности и функционального совершенства продукта. Yes? This year we will focus on making big data solution, engine performance improvement, internationalization of FANBI and the enhancement of mobile device experience. Соответственно, на этот год компания FANBI сосредотачивается на создании решений для big data, улучшении производительности, собственно, внутреннего движка FANBI, интернационализации FANBI, да. То есть, на самом деле, это довольно новый опыт для FANBI. То есть, до этого она была сосредоточена на продажах в Юго-Восточной Азии. Ну, то есть, в основном, это компании китайская или китайскоговорящие были компании. Сейчас же это, в том числе, российский рынок, рынок азиатский, ближний восток. И, соответственно, компания будет работать над улучшением мобильной версии FANBI. Соответственно, ближайший релиз запланирован в следующем месяце, то есть, получается, это уже в мае. Вот там будет так называемая тематическая модель, которая позволит напрямую перетаскивать поля из нескольких там близ в компоненты, анализа и в, собственно, в сами непосредственно дашборды. Соответственно, тематическая модель поддерживает соединение данных из нескольких таблиц, также вычисляемые метрики, которые могут быть повторно использованы другими компонентами при разработке дашбордов. Соответственно, в фильтры можно добавлять вычисляемые поля. Соответственно, в фильтры можно добавлять вычисляемые поля. Ну, соответственно, вот вкратце Вероника описала то, что планируется выпустить в следующем месяце. Немножко, да, поясню, как происходит разработка. То есть, сначала выпускается китайская версия, она пробуется на китайском рынке. Соответственно, компания FANROAN собирает обратную связь от клиентов. Естественно, какие-то всплывают баги, дополнения. Это все включается в следующий релиз, который уже выходит на международный рынок. И, соответственно, там будет возможность точно так же собирать обратную связь от клиентов и дополнять возможности FANBI. Ну, соответственно, в FANROAN есть специально разработанная методика по оценке требований, какие из них там идут в разработку, какие, ну, собственно, как ранжируется бэклог по разработке. Ну, соответственно, все требования клиентов там разделяются по категориям, по сценариям. Компания FANROAN оценивает их по таким параметрам, как время на доработку, эффективность, ну, то есть влияние на конечный продукт, визуальное восприятие, насколько часто будут использоваться там новые компоненты. И, соответственно, на основании комплекса вот этих параметров принимается решение, то есть насколько быстро будут реализованы эти доработки. Ну, соответственно, к вам, ко всем, как пользователям FANBI, большая просьба там четко объяснять свою проблему, то есть что вы, с чем вы сталкиваетесь, что, например, не работает или что вы хотите, чтобы, может быть, работало по-другому, какие новые функции вы хотите, какие новые эффекты вы ожидаете от продукта, почему, собственно, эта функция так важна для вас. Соответственно, ну, описывайте подробно все ваши потребности и передаем с нашей помощью, мы как официальный партнер FANBI, да, передаем всю эту информацию FANROAN, и они производят доработки. Ну, соответственно, да, если вы готовы поделиться именно какими-то скриншотами или видеозаписами экранов, то это будет очень полезно, соответственно, передавайте. Ну, тут вопрос только, насколько выгодно, ну, там, может быть, какие-то чувствительные данные там закрасьте. Вот, а так передавайте все нам, и мы создадим тикет в системе FANROAN и направим это в разработку. Соответственно, да, Вероника сказала, что есть еще, так называемая, услуга заказной разработки, то есть если какая-то фича, какая-то особенность, ну, в настоящий момент компания FANROAN оценена как несущественная, но, соответственно, она в бэклоге опустилась довольно низко, но вы считаете, что вам прямо не жить без этой доработки, то можно настоять на своем, и тогда, ну, это уже платная услуга за деньги. Соответственно, компания FANROAN оценит, сколько трудозатраты, да, человека часов на эту доработку идет, и, соответственно, вы будете уникальным пользователем данного плагина, который поможет вам лучше реализовать свои аналитические потребности. Настоять на своем и заплатить деньги. Да, да, да. Yep, Вероника. Based on your requirements, we will evaluate whether it is feasible and how much work is needed. You can obtain customized features through paid development. А, ну, собственно, да, я уже домыслил, получается, речь Вероники, да, соответственно, даете свои требования, получаете взамен time estimation, да, сколько времени это будет, и, соответственно, в деньгах мы договариваемся, и вы получаете готовый платный функционал для вашей системы. Вероника. Ну, вкратце это все, да, тогда давайте приступим к вопросам. Теперь, Вероника, мы поговорим с нашими клиентами и ответим к вопросам. If we need your help, please, please stay here. I will ask you. Okay? Yes, I will. Thank you. Итак, Егор, твое время. Да, давайте, вопросов много, на самом деле, очень приятно. Борьба страшная, да, за свитшот. Ужасно, но он такой крутой, как бы тут побороться. Я сам хотел вопросы писать, подключиться еще с одного аккаунта. Значит, слушайте, мне понравился вопрос по поводу круга Громова. Круг Громова был уже, 22-го года уже? Это был 22-го? Я просто уже запутался в кругах. А 23-й уже скоро выйдет? 23-й, да. Было бы смешно, если последний был 25-го года. Так, ладно, к сути. Давайте начнем про вопросы. Есть ли в шестой версии кастомизация подписи осей мета? К тысяче, миллионы и так далее. Они очень длинные, к тому же не подставляются без пробела. Тут вопрос из двух частей. Вот это первая часть. Руслан. Там у меня будет просьба, Руслан, ты тоже, ну, следи, потому что некоторые вещи, ну, я буду читать, и будет тебе проще посмотреть еще раз. Для понимания. По части тут я уже вот пробегаю сейчас по вопросам. Возможно, что-то пропустил в начале. Это в самом начале. Да, возможность такая будет. Можно кастомизировать подписи осей через миллионы. А второе, сейчас так, синхронизация с ответом. Между визами в одном дашбокде, да, проблема бета-верхсии, что каждая виза должна раскрашивать цвета отдельно. Есть возможность задания какой-то базовой темы для дашборда, и при использовании будет использоваться та палитра, которая в качестве базовой. Поэтому, думаю, да, можно так ответить на вопрос. Отлично. Можно ли в шестой версии создавать несколько дашбокдов на одном и том же источнике? Да, можно это, в принципе, можно как раз бить на отдельные страницы, отдельные дашборды, это не проблема. В шестой версии Connect с ClickHouse, ну, вообще, это нужно проверять по умолчанию, там поддерживалась версия ClickHouse, это зависит от той версии, которую используете и вы. Потому что если у вас более новая версия ClickHouse, чем поддерживаемая, то тут нужно использовать отдельные драйвера FIMBI, и тогда просто у вас будет все работать. Но ты не встречался с такой историей. Встречали, но вот в шестой версии еще такое не протестировали по коннектору. Просто по мне слово проблема, в FIMBI вообще не может быть проблемой, я считаю, что все это решаемо. Особенно за деньги. Конечно, за деньги. Настоять на своем и заплатить деньги. Мне очень понравилась версия сегодняшняя. Версия дня. Существует ли ETL в FIMBI для трансформации данных или нужно данные готовить на стороне? Какой у него базовый функционал у ETL? Смотрите, коллеги, давайте по поводу ETL вкратце пробегусь. В версии 6.0 планировалось, что будет мощный ETL, что-то похожее на Tableau Prep. В настоящий момент еще оказалось, что этот инструмент недостаточно готов. То есть сейчас позиция вендора такова, что в базовый пакет инсталляции этот инструмент не входит. Если вы готовы, что называется, на свой страх и риск поучаствовать в бета-тестинге данного продукта, то, пожалуйста, обращайтесь к нам в компанию BI-Consult. Мы вам этот инструмент предоставим. Там, на самом деле, действительно все очень мощно, очень визуально. Если вы работали с Tableau Prep, понимаете, о чем я говорю. То есть такой двоякий ответ. С одной стороны, сейчас его нет, но буквально, я думаю, еще 2-3 месяца коллеги из Китая доведут до более стабильного результата этот продукт и включат его в стандартную сборку FNBI 6.0. Ну, это будет не 6.0, а уже, наверное, 6.1, 6.2. Ну да, пока рановато еще все-таки. Давайте попробую перевести. Все на самом деле в силе, но вендор заботится о нашем рынке и переживает, поэтому пока так... Ну да, чтобы избегать негатива, когда что-то не будет рваться. Да-да-да-да-да. Так, следующий вопрос. Изменилась ли выгрузка в Excel? Можно ли ее кастомизировать? Кастомизировать особо не поменялось. Здесь у нас через стандартные методы, либо можно выгружать данные через API по конкретным источникам. Поэтому тут, в принципе, ничего нового. И следующий вопрос. Тоже вижу экспорт PDF по прежнему картинка, PDF-формат, да. Ожидается, что где-то в середине 2023 года будет у нас еще реализован плагин с PowerPoint, выгрузкой Word, как в инструменте FineReport. А следующий вопрос, наверное, тоже видишь, да? Вижу, да. Ну какой-то глазастый. Каким образом создается модель данных в FineBI? Тут вопрос. Это использовать можно религиозную логику, которую вот в качестве таблиц отдельных мы их связываем, модели дальше используем. Либо у нас будет это в качестве отдельных таблиц, которые мы готовим в хранилище. Это зависит от того, какой у вас подход используется. Но, в принципе, здесь подход, как в Power BI, он и табло схожий. Ага, вижу, тоже сам вопрос следующий про русскоязычный интерфейс. Тоже политический вопрос. Да, политический вопрос. Русскоязычная версия есть, она, правда, версии 5.1. Вот, то есть это, ну, получается, немножко старше. Ну, как я уже говорил, смотрите, разработка идет сначала китайская версия, потом международная, и потом международная версия переводится на русский. То есть, ну, проблема перевести, проблемы нету, там проблема все это уместить, потому что, ну, иероглиф, там условно говоря, вот столичка место занимает, а русское слово вот столичка. Вот, и все это там впихнуть в кнопки, вот с этим возникают определенные сложности. Поэтому, в принципе, если есть желание именно в русскоязычном интерфейсе, обращайтесь, дистрибутив, ну, это будет версия 5.1, да, обращайтесь, мы вам дадим ее протестировать, ну, собственно, поработать в ней. Если вы настроены на 6.0, то пока что английская версия только. Ну, наверное, стоит сказать, что в любом случае 6.0 и 6.0 скоро подойдет на русском, ну, здесь нужно понимать, что процесс достаточно трудоемкий и занимает во имя. Вот, если, да, наши партнеры, коллеги из Китая уже продвинулись до того, что 5.0 и 5.0 переведена, ну, значит, и в любом случае 6.0 и 6.0 мы 100% увидим на русском языке. Нужно просто набраться немножко терпения. Так, давайте тогда следующий вопрос. На него Руслан ответил, как я понимаю. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, может ли быть источником данных AllapCube, выложенный в MS SQL, поэтому в Allap уже настроены связи между таблицами? Нужно ли связи заново описывать? К сожалению, да, здесь FNBI не считывает все связи, но как я обозначил ранее, то есть вы можете просто подгрузить все ваши таблицы данных в модель и FNBI сам распознает, что у них есть ключи, по которым необходимо связывать данные. И после этого вы уже можете получить готовую модель данных, как Microsoft Allap. Хорошо. Можно ли использовать лоды и дев-функции на уровне подготовки данных? Так, на этот вопрос, кажется, я ответил. Да, можно. Да, можно. Так и запишу. Ну, кажется, сейчас внизу вот новые полетели, уже вижу много. Кто полетели? Вопросы. Куда полетели? Кто им разрешил? Не знаю. Поехали дальше. Когда будут плагины для форматирования даты чисел в шестой вексе? Не знаю, наверное, вопрос к Веронике, да? Это, кажется, да, в летом будет. Сергей, может, задашь вопрос? Вероника, do you have plans to create some plugins for formatting dates and number in six version? Yes, we have that plugins and we have plans to put this plugin into our installation package. When? Maybe in next two version. Ага. Ну, собственно, да, такой плагин есть. Сейчас он отдельный, но планирует, получается, через пару месяцев включить его в стандартную сборку. So, thank you. Двигаемся дальше. We already have this plugin. If you have requirements, you can talk to me and I will send you this plugin. Yes, yes, thank you. Соответственно, да, если прямо сейчас надо, то это как отдельный плагин можем выслать вам. Дальше, Егор. По производительности проблема Файна в том, что он пишет неоптимальные запросы в БДХу, вешает протсервера, плюс есть проблема с калькуляцией объектов на визах. Если их слишком много, будет проблема неполного их отображения. Это по идустой. Мы с пятой версией работаем на Крикхаусе. Самая большая таблица, что-то около 400 миллионов строк. Работает хорошо, но все вычисления написаны через кастом калькулейшеном. Это даже, наверное, какой-то такой каик души, что ли, да? Какое-то ругательное слово, да. Кто-то можешь посоветовать, да? По оптимизации здесь нужно посмотреть, какая у вас характеристика Файн биосервера, потому что у него есть некоторая особенность, как он распределяет по ядрам нагрузку. То есть тут лучше иметь много ядер с примерно равной частотой, чем мало ядер, но с большой частотой. Тогда он будет работать хуже. Может быть, у вас такая инфраструктура, где это используется, и нужно посмотреть более детально. Кроме этого, посмотреть тоже параметры такие по нагрузке системы, сколько пользователей, в принципе, все классические моменты, и что можно также оптимизировать в виде вычислений, так называемых калькулейшенов. Думаю, тут... Ну, в общем, да, ответа четкого, как бы сложно сказать. На самом деле у нас есть отдельная услуга, называется аудит системы BI. Вот мы этим занимаемся уже тоже довольно давно. Можем посмотреть, как же, что называется, покопаться в логах, посмотреть, что за сервер, и потом подготовить отчет, на основании которого вы уже сможете улучшить там перформанс своей инсталляции FNBI. Наверное, так, более правильно, потому что... Ну, сейчас действительно можно сказать только какие-то очень общие фразы. Давайте дальше тогда пойдем. Какие сложности будут при переходе на шестую версию при наличии построенных отчетов 5.1.23? Сложности будут. Какие сложности? Ну, тут, наверное, нужно саново устанавливать, может, некоторые подключения, потому что драйвера, опять же, там могут не все видеть в NBI. А, в принципе, тут, наверное, действия стандартные, когда переходишь на новый софт, что при новой версии, что при старой, она может одинаково отвалиться. Поэтому нужно к этому подготовиться, сделать правильные действия и, скажем, выполнить процесс миграции. Он простой. Да, Руслан, ты же забыл сказать, что у нас подготовлены документы. Мы их, я так понимаю, скоро выложим на наш сайт DataFinder по миграции с пятерки на шестерку. Да, все верно, Сергей. Инструкция, да, некая. Появилась возможность ли выбирать размер окна Jump? Там пока нет плана хайоризации 2023 года. Это уже Руслан ответил. Так, давайте тогда дальше в табло. Лот считается для применения фильтров Dashboard. Что с DevFindBI? Ну, и эту функцию можно считать на двух уровнях. Либо на уровне данной, либо на визуализации. То есть Data Analysis. И в этом случае тогда мы можем, в принципе, вот эти фильтры передавать на необходимом нам уровне данных. Где можно ознакомиться с правилами получения сертификата от вендора? Я вот на самом деле здесь не совсем понимаю вопрос. Может, коллеги мне подскажут? Ну, кто-то хочет получить точно такой же сертификат разработчиков MBI. То есть после обучения на наших курсах мы даем наш сертификат, что вы прослушали. А сертификация от вендора – это именно тестирование. Нет, подождите, я перебью. Не в ту сторону. Я правильно понимаю, что, получается, по сути, вендор может… Ну, и с другой стороны зайду. Я работаю в компании «Рога и копыта». Вот, я разработчик. Я обращаюсь напрямую к вендору и прохожу сертификацию. И я не партнер. Я получу этот сертификат? Да, конечно. Ну, все. Тогда… Обращайтесь в компанию «Биаконсал». Пойду получать тогда, что же я ждал. Так, значит, дальше. Планируется ли добавить «Secondary Calculation Difference From» по аналогии с того, чтобы считать разницу динамику с предыдущим полем визуализации? Ты, Руслан, ответил на этот вопрос, но можешь еще раз ответить, а то я так долго читал, язык чуть не сломал. Такая возможность у нас будет, да. Хорошо. Исправили ли проблему, когда фильтр, подключенный к параметру не тегеил обновления, визов при настройке зоны поименения, не поменяется ни к чему? Вопрос хороший, нужно проверять, будет ли это работать. Вопрос настолько хороший, что ответа у нас на него нет. Да. Двигаемся дальше. Это точно. Есть какие-то подходы в ускорении работы отчетов. Например, если мы поджоним много таблиц на стороне FineBI, то работа отчетов будет медленно, по миллионам записей в таблицах. То, что ты отвечал на него, на самом деле. Да, там, кажется, отвечал. Здесь, в принципе, тоже подход такой, что желательно использовать только то, что нужно. Брать некоторые тяжелые вычисления, посмотреть, как они у вас будут отрабатывать FineBI, на каком типе базы. И если это будет у вас нагружать сильную систему, например, в режиме Direct, то лучше это перенести в базу данных и сделать как предрасчет. Вопрос к Веронике. Что означают иероглифы в названии FineBI? Вероника, пожалуйста, скажите нам, что это значит, что чиновский сайт в вашем логе. Фанран, что это значит? Мы можем слышать вас. Пожалуйста, подключите микрофон. Вероника, да? Вы имеете в виду our FineBI logo. Да. О, окей, FineBI и FineBI. Что это значит? Чуть попозже тогда к этому вопросу вернемся. Да, наверное, там какой-нибудь код на скидку в KFC, там что-нибудь покупаем. На самом деле там, я знаю ответ, да. Ну, подождем, что скажет Вероника. Ты что-то знаешь? Да, да. Понятно. Сергей, я кажется, нашел самый лучший вопрос за сегодня. Когда сертификат табло со стены в архив переместится? Да, да. Он мне дорог как память. Да, да. А я, кстати, свой закрыл картинкой. Сердце не вырвешь. Но показывать не буду. Из песни слова не вырвешь, да. Интересует возможности визуализации с картами именно интеграции с 2GIS, OpenStateMap, Яндекс. Тоже меня очень сильно интересует. Но, видимо, Руслан, ответь. Пока такой возможности нет. В вашей версии Find BI добавлены поддержка картографических сервисов VMTS и AMAP. В этом случае, если у вас 2GIS поддерживает один из каких-то сервисов, то он может попробовать их интегрировать. Ну, я думаю, что здесь нужно смотреть первый пункт, где он гласит, как настоять на своем и заплатить деньги. Да, и все будет работать. Это можно как-то мне как-то уже обещали по поводу Яндекса такое же. Так, дальше. Добрый день. Подскажите, есть ли возможность самостоятельно пощупать шестую версию, скачать дистрибутив? Возможно, есть демо-стенд. Скачать можно, обращайтесь. Ну, давайте покажем тоже там. Ну, в общем, на самом деле обращайтесь в наш чат Find BI. Давайте еще раз все-таки продемонстрирую экран. Там вот эти замечательные штрих-коды. Вот, обращайтесь либо ко мне, либо к Егору, вот, либо на Data Finder. Соответственно, там вся информация есть. Можно развернуть прямо локально у себя десктопную версию шестую у себя на компьютере и с ней, что называется, поиграть. Да, я тоже дошел до этого вопроса, когда сектификат табло со стены в архив переместите. Елизавета спрашивает, что на самом деле сектификат табло – это сейчас пропуск на работу в компанию, которая занимается Find BI, поэтому его так сильно закапывать не стоит, но пока что. Да. Это первая часть. Ну, тут тоже какие-нибудь общие практики, что фильтр пытаться сначала максимально сузить, а потом уже добавлять расстояние, насколько необходимо, потому что пока что нет возможности добавлять попиксельно размера компонент. Хорошо. Кроссбазные запросы все еще возможны только в Spider-конечене. В решении PayLive нельзя джоинить запросы из двух разных BD? Знак вопрос. Наверное. Так, и тут следующий ответ. Нам этот вопрос ответил Вероник. Спасибо. Так вот, на кроссбазные запросы, Руслан, по-моему, уже можно, да, уже сейчас? Ну, вроде как да. Коллеги говорили, что можно. Да, да. Так, 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 что у нас еще не отвечено. Это я микрофон не включил. Можно ли использовать фильтры непосредственно из формул визуализации или также только на основе полей датасета? Руслан, ты отвечал. Не совсем понятен вопрос. Направьте, пожалуйста, на почту. Да, направляйте. Есть ли возможность столбец типа Date отображать в виде квартала Q1, полугодие H1, H2 и т.д.? Через отдельное вычисление можно, Руслан, ты отвечал. Так, есть ли возможность отключить выгрузки в XLSX вкладку Dashboard? Можно, если отдельно встроить куда-то дашборд в качестве интерфейса iFrame, тогда можно настроить выгрузку дашборда. Что будет тогда просто отображаться вам. По умолчанию нет. Так, мы на это ответили, что в Vectis есть возможность создавать скрытый контейнер с фильтрами. Так, на это тоже. Ответили, да. Есть ли аналог section access и насколько похож по функционалу? Этот вопрос остался без ответа. Я думаю, нужно срочно исправиться. Так, а какой был вопрос еще раз? Section access, аналог section access. К сожалению, про этот отдельный пункт не знаю. Нужно проверить. Есть ли в 6 вексе лейаут разработки дашбордов для мобильных устройств? Лейаута отдельного нет. Он также остался у нас, как и с прошлой версией. Но в этом случае у нас есть возможность выбора адаптации. То есть мы можем сделать интерфейс с пикселями 390 на какой нужен, как и у любого мобильного устройства. И тогда он будет сохранять пропорции. То есть такой мобильный дашборд можно сделать. Следующий вопрос, он же последний. Я прошу меня простить. Коллеги, простим? Да. Да. Точно? Прощенное воскресенье. Или голосование устраиваем. Голосование будем устраивать по поводу, кому подарим свитшот. Вот, кстати, я что-то смотрю, чтобы, мне кажется, Руслан его уже себе забрал. Или еще один есть? Да подождите, я не дочитал вопрос. Я прошу меня простить. Вопрос с Алаб. Вы сказали, что надо загрузить таблицы, и Fine BI сам связи установит. А можно, наверное, об этом почитать? Как это работает? Что для этого нужно? Можно почитать документацию. Документацию, да. Наверное, ссылочку потом направим на адрес. Сергей, кстати, дал по поводу Section Access. Перефразирует. Как осуществляется разграничение доступа к данным? Про RLS-модель вот эта? Здесь у нас, в принципе, RLS не поменялась, как в пятой версии. Она у нас присутствует. Мы можем разграничивать доступ к данным на уровне строк на уровне отдельных столбцов. Это есть в NBI и поддерживается. Ну, коллеги, вопросы на этом закончились у нас достаточно быстро. Да. Тогда проведем голосование. Кому разыграть такой прекрасный худи, я сейчас попробую его показать. Вот такое вот изображение. Я победитель. Давайте, может, встану вот так. Там сзади еще есть, с боков, что-то, в общем, вещь достойная. Так. С боков, да. И все. Из замечательного цвета. С боков. С боков. Да, да. Да, про аэрографы, кстати, напомню еще. Вероника, we are waiting your answer for Chinese letters for FANBI and FANRUAN. Could you tell us? We don't hear you, Вероника. Okay. Yes. The logo of FANRUAN is main. The body is composed of the initials F and R in the brand name. It's a visual display of FANRUAN has two meanings. First, the F and R graphics are similar to Tetrics. Do you know Tetrics? Maybe I can show you some screen? Just a moment. В общем, иероглифы FANRUAN, да, это вообще от initials F and R. Да, но что-то они все равно дополнительно означают. Like this. Yes. The Tetrics is similar to the Tetrics. Ah, Tetrics. Tetris. Oh, and we know this Russian game. One Russian guy created. And it can be transformed into countless forms and can also be perfectly integrated, which symbolized the simplicity and the flexible of FANRUAN's data analysis products to make customer diversification secondly. And the left and the right connection of the F and R graphics means shoulder to shoulder and hand in hand. Like this. На самом деле, да. In playing. Oh, Вероника, just a moment. I will try to translate. Ну, в общем, соединение этих иероглифов означает, что плечо к плечу, рука к руке. Соответственно, там, работу с данными, графические всякие штуки. И Tetris почему-то туда приплели. Yes. Ну, соответственно, это означает хорошее взаимоотношение между разработчиками FANRUAN и клиентами. Соответственно, мы находимся в тесном контакте, рука к руке. Ну, that's all. Вот. В целом так. Thank you very much. You're welcome. Итак, возвращаемся к выбору лучшего вопроса. Давайте начнем с меня. Да. Мне понравилось очень два вопроса. Первый вопрос мне понравился по поводу, собственно, иероглифов. Вот. Очень жалко, что это, конечно, не купон в KFC, потому что я уже был готов. Готово дался. Туда идти был готов, да. Естественно. Естественно. Вот. А второй вопрос – это по поводу сертификата. Но я здесь как-то… Ну, про сертификат Табло я имею в виду. Все-таки, наверное, мне кажется, что вопросы не совсем про FANBI, но они достаточно хороши, на мой взгляд. Да, я на самом деле тоже вопрос с сертификатом понравился. И, конечно, не знаю, по совокупности больше всех, мне кажется, вопросов наиболее глубокий. Я не знаю, могу ошибаться. Абшум 01. Вот. Не знаю, кто это. Как ты точно произнес? Вы знакомы? Нет. Может, это постановка какая-то? Да. Так, Руслан, какие тебе вопросы понравились? Ну, мне тоже понравился вопрос про… Это самого активного слушателя на сегодня, но вопрос про сертификацию тоже интересный. Нравится, что люди хотят дальше развиваться, обучаться в FANBI. Это может не радовать. Поэтому я думаю все-таки про сертификат, наверное. Ну, по-моему, тогда единогласно все упомянули этот вопрос. Это Е. Аксенова подозревает, что это девушка. Тогда напишите свой размер. Ну и, соответственно, если вы под этим же ником регистрировались у нас на вебинар, то мы знаем ваш телефон, и мы с вами созвонимся и договоримся, как мы вам доставим. Руслан, тебя не слышно. Сергей, мне кажется, это не тот вопрос про сертификаты. Нет? Про то, почему они висят у тебя на стене. А, в смысле? Так вот, про это, да. А, это разве один и тот же человек за вопрос? Видимо, да. Ну, я вот его открыл прям, Сергей, когда сертификат табло со стены в архив переместите. Да нет, там еще вопрос по поводу… Вопрос о Светлане, да. Простите, простите. Про это имели в виду. Все, тогда, значит, Светлана. Или две. Можем уточнить? Может, две подарим? Давайте, пожалуйста, две. Да, все, договорились. К каждому по две. Да. Итак, Светлана и Е. Аксенова, да? Елизавета. Елизавета, вот это ты знаком? Да, знаком. Все, отлично. А Светлану… Светлана, мы вас вряд ли найдем. Напишите, пожалуйста, в чатике, по какому имейлу вы регистрировались. Вот Светлана уже радуется, ура. Вот, но ждем имейл и будем заканчивать. Потому что уже… О, все, вижу. Все, отлично. Тогда, коллеги, всем хороших выходных. Руслану спасибо за детальный доклад. Вероника, big thank you for your product, for your attention, for your time. You make a really good product, especially for Russian market. We are really thankful for it. Егор, тебе большое спасибо за помощь с вопросами. Ну и всем участникам спасибо за вопросы, за участие и за время, которое вы проводите с FNBI и с нами с BI Consult. Да, всем спасибо большое, хороших выходных желаю. Всем спасибо. Thank you for your share. Thank you. Bye-bye. Пася-пакам-пака. Пася-пака. Продолжение следует...